Ранее в своем послании парламенту Якутии Егор Борисов сказал о надвигающихся в изменениях в структуре исполнительных органов власти республики. И вот накануне глава подписал целый ряд указов. Итак, в регионе упразднено Министерство по делам предпринимательства и развития туризма. Также ликвидировано Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров. Вместе с тем преобразовано новое Министерство инвесторазвития и предпринимательства республики. Помимо этого преобразовано Министерство по федеративным отношениям и внешним связям. Теперь это департамент. Более того, еще два ведомства переименованы Минпром в Министерство промышленности и геологии республики, а Минобор в Министерство образования и науки республики. И сегодня днем как раз уже назначен новый министр образования и науки. Ведомство возглавил Владимир Егоров. Последний год он работал ректором Малой Академии наук Якутии. Одновременно с решением о реформировании структуры исполнительных органов власти, Борисов подписал указ о новой структуре администрации главы и правительства региона. В составе АГИБ создается новый департамент по проектному управлению. Что это за структура, какие задачи будет решать этот департамент и какой эффект должен дать переход на новую систему проектного управления, разбиралась Сарглана Захарова. В условии ограниченности средств и финансов настало время начать внедрение принципа проектного управления. Об этом в своем послании заявил глава республики Егор Борисов. Он отметил, что Якутия успешно одной из первых осуществила программно-целевой метод управления экономикой, но вместе с тем проявились раскоординированность ведомств и разночтение в подходах. По словам главы, новая система позволит улучшить взаимодействие ведомств и министерств. Проектное управление позволит нам улучшить реализацию государственных программ и исполнение бюджета в целом. Еще более повысит инвестиционные привлекательности республики и прозрачность административной среды. Укрепить горизонтальные связи между министерствами и ведомствами. А главное, будет мотивировать служащих к открытой, творческой, по-настоящему организованной командной деятельности. Однако что же под собой подразумевает принцип проектного управления? В первую очередь, как подчеркнул и сам глава, с его внедрением изменятся приоритеты в реализации программ. Теперь основной акцент будут делать на конечный результат. Проектное управление – это прежде всего контроль за достижением результатов посредством детального планирования и управления сроками. Суть проектного управления, в первую очередь, это обеспечение персональной ответственности каждого участника проекта, а не только руководителя проекта, как у нас происходит сейчас. По-моему, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что нам нужно меньше начинать и больше заканчивать. О чем это говорит? Это значит, мы должны выстраивать такую систему целеполагания, которая позволяет определять четкие результаты. То есть результат в проектном управлении должен быть достижим и количественно измерим. При этом изменится и принцип оценки деятельности служащих. Она будет происходить исключительно по конечным результатам вместе с тем, и стимулировать их будут как материально, так и морально, только по достижениям. И такой принцип должны внедрить не только в правительстве республики, но и во все уровни власти. Задача повышения эффективности, она стоит не только в госсекторе, но и на уровне муниципальной власти. То есть логика проектного управления, она в принципе позволяет работать и в любой администрируемой системе. Пока выбрали три пилотных проекта, которые будут реализовывать по такому принципу. Это создание IT-парка, Центра поддержки экспорта республики и проект подготовки и проведения следующих игр Мончары. С другими министерства должны определиться уже до 15 декабря. Главное условие – все они обязаны соответствовать приоритетным направлениям стратегии 2030. В целом, концепция работы правительства выстроится в одну пирамиду. Во главе встанет стратегия, от нее последуют госпрограммы, а далее в рамках этих программ определят проекты. Заметим, ни одно нововведение не будет работать без соответствующей компетенции людей, воплощающих их в жизнь. Так, миссию подготовки кадров и повышения квалификации госслужащих возложили на Высшую школу инновационного развития. Мы начинаем сначала с курсов повышения квалификации. Там будет три сессии для каждого служащего. Первое – это основные понятия, второе – это информационные системы, третье – это уже более детально подготовка к стандартам по проектному менеджменту, и четвертое – это экзамен сам. При этом обязательно надо отметить, что Высшая школа инновационного менеджмента будет региональным центром сертификации проектных управленцев. То есть мы сертификацию по российскому стандарту, ПМ-стандарт, будем проводить здесь, на месте, в Якутске. Эксперты считают, что внедрение проектного управления весьма своевременно. В современных мировых трендах экономического развития проект – лучшая форма управления. Это всегда хороший продуманный бизнес-план. Примечательно, что по этой же схеме работают «Газпром», «Роснефть» и другие крупные международные корпорации. Более того, политологи называют проектное управление форпоста мирового развития. Сегодня его успешно осуществляют в таких быстро развивающихся странах Тихоокеанского региона, как Южная Корея и Сингапур. Именно там был получен вот такой очень эффективный опыт сочетания, скажем, хорошего государственного управления с эффективным, экономическим, мобильным, вот этим вот быстро реагирующим на рыночные изменения бизнес-сообщества. Вот эти два сильных элемента, они, соединившись, показали себя хорошо именно в странах Тихоокеанского региона. Те страны, откуда сегодня и Запад от них многое, в общем-то, перенимает. В то же время новый вид управления должен сделать правительство ближе к народу. Проект будут создавать по потребностям людей. Об этом сказал и Путин в своем послании, посоветовав чиновникам не прятаться в кабинетах и идти навстречу людям. Ведь именно население лучше знает, какие проблемы сегодня необходимо решать на местах. Ну, я надеюсь, да, мы увидим, что какие-то наши территории, они будут развиваться за счет того, что будут вложены усилия одновременно государства, которое будет координировать, так, ну и в том числе инвестировать тоже, конечно, будет, да, и привлекать оно будет активно бизнес-сообщества, хороших специалистов, молодежь, молодые силы. Также есть мнение, что новый вид управления поможет уйти от устаревшего понятия отраслевого управления. За 10-15 лет, как показывает практика, госаппарат раздувается, число ведомств увеличивается. Это приводит к бюрократизации, появляется необходимость в оптимизации структур и кадров. Поэтому серьезные изменения, которые произошли в исполнительных органах власти республики, буквально накануне связывают именно с этими нововведениями. Так, глава региона подписал указ об упразднении Министерства предпринимательства, Минпрофобразования и Госкомитета по геологии и недропользованию. В то же время появятся такие органы, как Министерство инвесторазвития и предпринимательства, Госкомитет по занятости населения, а Министерство по федеративным отношениям преобразует в Департаменты по внешним связям. Также в названии Министерства образования появится дополнение в виде науки, а Минпром прирастет к геологии. Первые осязаемые результаты работы нового механизма в республике должны получить уже к концу 2017 года. Речь идет о реализации среднесрочных проектов. Как подчеркнули в аппарате главы, задача к этому сроку посмотреть и показать коллегам историю успеха внедрения проектного управления. Саргалана Захарова, Андрей Осикритов, Владимир Таюрский, Андрей Рукавишников, Якутия. День за днем.